Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Мария Кротова. Откуда вообще взялось это странное слово «Гугл»? И почему эта корпорация завладела планетой настолько, что вряд ли в современном мире существует человек, который не пользовался или хотя бы не слышал об этой поисковой системе? Начнем с названия. «Гугл» — это игра со словом «Гугл» — число 10 в сотой степени, то есть единица со ста нолями. Использование этого термина отражает цель компании «Гугл» — сделать доступным для поиска весь, практически бесконечный массив информации, размещенной в интернете. Но сами основатели компании «Гугл» Ларри Пейдж и Сергей Брин могут по праву утверждать, что они навсегда изменили этот мир. Согласитесь, не каждый может этим похвастаться. А ведь начинался их большой путь с того, что компаньоны скромно праздновали первые успехи, поедая гамбургеры в кафешке «Бургер Кинг» и азартно играли со своими сотрудниками в хоккей на роликах. Сергей рос в семье ученых, которые в 80-х эмигрировали из Москвы в Соединенные Штаты, и это определило судьбу юного гения. Что касается Ларри Пейджа, то он рос обычным американским мальчишкой, однако с самого детства в нем были заложены семена будущей интеллектуальной мощи. С момента их знакомства в 1995 году и вплоть до 1998 студенты информатики Ларри и Сергей придумывали разные идеи, которые могли бы обеспечить поиск нужных страниц в интернете и без конца экспериментировали. В результате в основу поиска Google лег простой принцип – человеку можно влиять на работу алгоритма и даже изменять ее, но никто не может изменить конкретную поисковую выдачу. Идея была гениальной, в этом Пейдж и Брин не сомневались. Нужно было внедрить ее во всемирную паутину. Они обратились к основателю компании Yahoo – Дэвиду Фило. Тот был озабочен своими делами и просто посоветовал парням начать свой бизнес. Впоследствии владельцы Google в душе благодарили его за то, что он не воспользовался моментом и не купил технологию. И вообще, как утверждает Сергей Брин, в успехе их компании на первых парах огромную роль сыграла удача. Мы стали прибыльными как раз в те времена, когда на рынке акций интернет-компаний наблюдалось падение. Начнем и на полгода позже. Это, скорее всего, была бы уже совсем другая история. Компания Google открыла свои двери в сентябре 1998 года. Двери были с дистанционным управлением, потому что офис для персонала Google в количестве трех человек располагался в гараже, арендованном у одного из друзей. Помимо автоматических дверей, у офиса гаражного типа был еще ряд преимуществ, включая мойку, сушилку и джакузи. И до сих пор компания не изменяет своим привычкам. Хоть офис давным-давно вырос за пределы гаража, атмосфера и дизайн внутри него максимально домашние и комфортные, чтобы вдохновлять на новые идеи и делать мир интернета совершеннее. Историю для вас рассказывала Мария Кротова. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!